Итак, всем привет, с вами Дабгай, если вы еще друг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же начинаем играть в Der Bruder Cringe за Францию Поиграли мы уже за Пруссию, остается нам еще Австрия, Россия и Франция Я подумал, давайте сначала поиграем за Францию, потому что Россия была относительно недавно на канале Можно посмотреть, что здесь у нас Кто не знает, это мод, в котором Германия не смогла объединиться из Пруссии Там у Бисмарка мечта разбита В общем-то, Франция в этих войнах никак не участвовала, но во время революции в Пруссии, в которой Геринг пришел к власти Она успела себе Рейнланд оттяпать В принципе, достаточно удачно для Франции Но из-за того, что она нигде не участвовала в войнах У нее, конечно, с армией все так себе и, в принципе, не готова она воевать Еще и какие-то колонии здесь французские тоже не сильно надежные И еще и, видите, в тоже захваченных территориях есть проблемы, но мы со всем справимся Поехали И вот наш молодой император Он сейчас стоит между каким-то конституционализмом То есть между какой-то конституционной монархией, парламентом и абсолютизмом Я думаю, мы пойдем все-таки в правые доктрины какие-то Ну, сейчас посмотрим Может нам тут что-то интересное расскажут, может передумаем И начинаем мы в очень грустном положении У нас очень мало воинпрома У нас есть только фабрики, кстати говоря, 40 штук Больше, чем, допустим, в Пруссии, что не так плохо И власть Наполеона не знает границ поддерживать правых доктринеров У нас были проблемы В общем-то, почему у нас вообще была конституция? Потому что у нас наш, я так понимаю, как воспитатель или кто Вот есть право-то-то вот Он нам хотел, вот видите, при поддержке какого-то гастуна-думерга Он подписал полулиберальную конституцию Но нет, мы такое не поддерживаем А поддерживаем правых Поехали Кстати, любопытный факт Мы можем интегрировать вот эти вот рейненские земли Но только как раз-таки в правых доктринах Что мы и, получается, сделаем Смотрите-ка, речь Карла Он должен решить, как справиться с хаосом Он там может выбрать, я так понимаю, абсортизм тоже Либо демократию И немножко развалиться Но посмотрим, что сейчас там будет У нас в Бельгии избирательная кампания И где грейли? Должен победить на выборах Посмотрим Честная история Мы можем повлиять на выборы в Бельгии Ага Вот оно Французское или британское влияние будет у Бельгии Я думаю, у нас тут есть по Бельгии, так сказать, фокусы Вот сюда мы пойдем Мы, если что, можем Вот это, если нет Наверное, мы можем просто аннексировать их, скорее всего Можем вот так вот захватить С Британией, так сказать, наладить из этого плохие отношения И меня это устроит Мы победим Британию на море Наш, например, шестой, я думаю, с этим справиться Поэтому политку, наверное, не будем терять лишний раз Вроде как и пока что он и так должен победить А лучше подкопить, что-то как-то улучшить И потом может какую-нибудь экономику, какие-нибудь концерны Будет, я думаю, чуть поважнее Конституция 852 года восстановлена Теряем ставку, политку Мы получаем все приросты, в общем, политический и минус стабильность Не так приятно, на самом деле Я бы сказал, скорее, неприятно Но, я думаю, дальше будет поинтереснее Французская автократия, поехали И вот она, балансировка аристократии Можно стать на сторону дворянства за императора Либо на сторону военных за генералов И я думаю, пойдем... Слушайте, я хотел сказать за императора Но тут такие бафы у военных Сейчас поизучаем поподробнее и подумаем Слушайте, тут, конечно, бафы очень сильные 30 максимум планирования и ргает очень сильно Но, я думаю, император должен править и в одиночку Поэтому за императора А теперь у нас открывается какая-то механика Да, дворян лень Это примерно то же самое, что было, видимо, на Пуруссе Окей, давайте-ка теперь поднимай силу дворя Тапку можно поднять, тоже поднимем Сила дворян увеличивается За поддержку войны, наверное, не хочу Да, наверное, так вот Сейчас подождем и доведем побольше Ой, можем за объем запускового производства стабильность получить Да, это тоже очень выгодно для нас Потому что у нас объем все равно У нас военных заводов нет У нас всяком маленький А вот стабильность нам на дистанции много даст Смотрите-ка, если мы сделаем фокус вот этот вот вовремя То мы получим беспредск среди военных Чего мне кажется, что нам нужно побыстрее сейчас Справляться с военными Тем временем можем, наверное, разобраться с стволей И вот эти фокусы делаем И решение прожимаем Вот он, хаос на Рейне Находится в состоянии катастрофы Рейн Да, набросила вносить ущерб правительству Надо разбираться с ними Давайте-ка начнем с вот этого, пожалуй Тут можем еще промоем построить Давайте вот сюда, да И не успел сделать этот фокус Как я уже могу взять вот этот фокус Так что берем И, наверное, слабки то есть уже нет Ладно Робот со стороны профсоюзов Ага Профсоюзы недовольны тем, что мы делаем Появляются у нас забастовки Это вот это краски новые фокусы Сейчас мы сделаем вот это И после чего перейдем На подавление профсоюзов Наш Наполеон, очевидно, не должен Как-то быть ограничен Ни военными, ни профсоюзами Ни какими-либо еще силами Итак, вот благородство есть Можем, конечно, отсюда пойти Но я думаю, сначала стоит Разобраться с беспорядками Они у нас очень сильно душат У нас есть решение теперь И, я так понимаю, пока мы не доделаем Что-то еще мы не разберемся Тут, смотрите-ка, есть под божьим светом И есть... Здравствуйте, здравствуйте В принципе, то же самое По ссылкам, да То есть можно и по тому пути, и по тому Факт, нам нужно, видимо, Дозакончить эти фокусы Чтобы разобраться Но можно уже начать решение Можно сделать секретную полицию И вот эти бафы Получатся, все говоря, неплохие Здесь еще военопятное население А здесь у нас что? У нас скорость строительства Продолжение, а вот здесь Бафы не только на натотерриториях Мне кажется, это нам Поинтереснее будет Так что мы будем поддерживать Наполеоновские, я думаю, идеалы В Австрии же там Бенгерская революция Да Не повезло, не повезло им Нам же Без разницы, что у них происходит Смотрите-ка Эти обстакки уходят на улицу Если мы их не подавим Значит, нам нужно прогресс увеличивать Просто нажимаем, я думаю, все кнопки А почему нет? Куда говоря, ониверсаля готовы Только сразу в армию Пока можно не спешить делать А дойти до Наполеона Про эту одиночку, я думаю Добавно, что мы много раз Объявляем чрезвычайное положение Я так понимаю И надо смотреть, что дешево и быстро И это хронокруфабрик Очень дешево И при этом очень быстро Я думаю, сейчас мы с ними и разберемся Операторы есть Сейчас еще военно-безнаселение Посихоньку мобилизуется И мы идем Наполеон правит в одиночку И вот оно Победа над забастовщиками Есть Прекрасно Все, полностью Эта проблема решена Отлично В Сербии что-то происходит Нам это неинтересно Но Венгрия тут защищается И, наверное, я думаю Шансов у нее особо нету А вот в Пруссии пришел к власти Эрнстрем Случит забавно Дегрель побежает на выбор В Бельгин Отлично То, что мы ему что-то для этого делали Но, допустим Отлично С этим разобрались Можем сразу, я думаю Пойти вот сюда Да, здесь прекрасные бафы У нас есть еще какие-то важные дебафы Которые надо убрать У нас, в принципе, есть нейтралитет Ну и с Вествали Мы, конечно, не разобрались Стоит, наверное, я думаю Начать с вот этих фокусов Потому что здесь есть полезные вот эти вот бафы Как минимум стоит прирост политической власти взять Потому что Нам бы ее побыстрее набрать Ну и, в принципе, вот эти вот Внешний политический фокус У нас засугнут только после того, как мы выберем вот это Либо вот это А учитывая то, что здесь у нас тоже очень сильные бафы Либо ячейки исследования Я, наверное, все-таки возьму бафы Потому что Все-таки арго и максимум планирования Все-таки Так или иначе исследования мы все сделаем А вот бафы эти очень пригодятся нам Хотя я тут смотрю на промышленность Вествалии И, блин, она-то неплохая Он еще и промкачает Давайте-ка все-таки И зааннексим Вествалию, пожалуй А вот это вот, скорее, не обязательно делать По ощущениям По Лексенбургу, по-моему Потому что его тоже можно зааннексить Не уверен Но они тоже, по-моему, делают фокусы Да, только, к сожалению, не промышленные в первую очередь Это грустно для нас Ну, ладно Займемся Вастфалией, наверное Я немножко потренирую наш флот Чтобы Получить опыт Для создания нового авианосца Сделаем мы его из нашего текущего Кроме того Мы еще домодифицируем Те, что у нас есть А это как раз-таки два по этому варианту То есть Делаем вот так И достраиваем еще две штуки Наверное, вот таким вот образом Будет у нас четыре авианосца Достаточно для нашей, так сказать Одной Такой уединицы флота Сделается у нас новое решение По борьбе с Вестфальскими националистами И Перевороты в Вестфале Надо полностью, наверное, с ними Да, полностью с ними Разобраться Но это нужна политика Окей, тогда просто подкопим А пока можем что делать Наверное, просто по вот этим фокусам И может, все говоря, залить Видимо этот конфликт Ну как, этот переворот Мэн Пауэром И мы так и будем делать Потому что политика нам все-таки нужна А Мэн Пауэра здесь Очень немного тратится Так что, я думаю, можем Вполне себе за него Задим разобраться И вот мы уже можем Убрать В принципе Весь этот дебаф Националистической угрозы Больше нету Прекрасно Теперь полностью нам подчиняется И да, они еще тут доделают Я, наверное, дождусь Пока они доделают Вот эти Четыре фокуса Потому что здесь Три фабрики Инфраструктура Все это выглядит Приятно для нас Потому что все это будет Нашими национальными территориями Самое хотелось бы С Люксембургом Но они какую-то фигню развивают К сожалению Авиобаза все еще Да, полезная Хотелось бы, наверное Промку увидеть там И мы можем усилить Новый кодекс Наполеона Я полагаю В этих территориях Здесь, смотрите Четыре фабрики Два военных злодов Можем получить Я так понимаю Да Есть там Есть там Фестивали Нету Фестивали Мы все равно это получим Как я сказал Дождемся чуть-чуть фокусов Поэтому можем Дать ей пром Либо сразу пойти Вот сюда И пойти Уже по внешним путям Сусть-то Теперь звучит Не так плохо Давайте поддержим Наполеоновские идеалы И с этими Наполеоновскими Идеалами Если что Мы сможем Повысить себе Мобилизацию экономики Что будет очень приятно Мы управляем О законе Поддержки Войны Где наша Поддержка войны Допустим Ладно В этом случае Идем в школу армии Потому что Бафы важнее Исследований В этом плане Так или иначе У нас примерно Поддержки технологии будут О, смотрите-ка Мы можем Теперь кнопочки Понажимать Поддержку войны О, это нам надо И минус поддержка коммунизма Очень много поддержки войны Можем себе Получать Пускай экономия еще И Опыт Ну, опыт Наверное, слишком дорогой Давайте вот это мы Возьмем себе И выхищем сейчас Поддержку войны На Законы Сможем частично мобилизацию Я думаю Поставить военный Гонок Так иначе не сможем Так что дождемся 25 Поддержки войны Я думаю А, и смотрите Чтобы подавить пацифист Мне нужно все Хотя бы по одному разу Нажать Ладно То есть это чтобы убрать Этот вот нейтралитет С этим справимся Но чуть-чуть надо Подождать За честь отечества Да, я возьму Потому что здесь Очень много И населения И самое главное Объем возвращается И у нас начнется Нормальное производство Хотя бы Ну, я думаю Стоит взять уже Парня на опыт армии Потому что У нас очень Его не хватает Как бы стоит И нажать еще Нужно вот эти две кнопки Тогда мы сможем Подавить пацифизм И можем уже идти В Бонапартийской амбиции Укрепление Континентального союза Возьмем теперь Наш новый союз Собственный Как у нас есть Тут какая-то Франция Бурбонов Но это такой Условный очень альянс Ну и давайте Займемся уже Бельгии Можем туда направляться Так что Поехали Наша европейская сфера Тут еще есть Потом выбор Опять Амбиции Либо защита Вообще Амбиции интереснее Но тут дается Как будто Защита Навсегда Вот Вот допустим Да, плюс куча населения Укрепление бункера И оборона Навсегда дается Здесь же нам дается Конечно Так, но Но не навсегда Ну хотя Подумаю Может пойдем налево На самом деле Потому что здесь Национальная территория Вроде как Неплохо Я думаю Нам нужно требовать Аннексии Бельгии Поехали Рим Кстати там Возвращается В Италию Италия Становилась там Допустим И подавление Псифизма Завершено Можем убрать это И потом За страну Это что такое Это мы в войне Сможем нажимать Плюс атаку И защиту На наших территориях Еще очень круто Делектация От аннексии Жалко быть В Бельгии В этой ситуации Но что уже поделаешь Выставим наверное Фельдмаршалов И сколько у нас есть Авиации Тоже выставим Не уверен я Что наших сил Хватит Но наверное Должно Да Хватать Отлично Выставим всех Чтобы нападать Из востока Тоже И сразу Не имея равных Бенилюксе Делаем Кстати говоря Мы можем Военную кнопку Поставить Поддержку Войны допустим Мы сможем Но нет У нас не хватит Промышленности В Бельгии Поддержка Войны Скоро Накопится У нас В принципе Из наступателя Конечно Она немножко упала И опытные командиры Мы получаем Мы будем сейчас Получать Много опыта Это кстати Очень полезный Для нас Бафчик Можно взять Сразу еще Профессиональный корпус Ну и они должны Неплохо так Подформить опыта И вот этого парня Я хочу сделать Вольмаршал Но у нас Командового ресурса Не хватало На это С 0 поддержки войны У нас он просто За время войны Не накопился Даже Нажимается Форсированная защита Но мы на этом Просто сейчас Неплохо так Подформим Опыта Как я и говорил Об этом Можем претендовать На голландский рейн Это вот Направо Он как раз таки Ну ладно Хотить да Мы пока что не можем Но как будто Потом сможем что ли Давайте сразу Континентальная амбиция Потому что это Поддержка войны И политика Как раз то что нам нужно Чтобы мобилизоваться Собираем Брюссель И на этом Берем Бельгию Помню что территории Наши национальные Значит мы сразу Всю эту промышленность Себе и получим Делаю нашу промышленность Очень солидно Моментально Я подокомандирую Ушки Но мы получили Неплохо опыта Для всех наших Генералов Что не может Меня не радовать И у нас есть Командачки Ну как Как накопиться Достаточно Мы здесь немножко Сделаем реформы В командовании Но дивизию Думаю мы уже Переделаем Создаем нашу Классическую 21 ширина фронта Дивизию И здесь все Переделаем В эту самую дивизию Что насаждается Фронтом В следующем Наверное Голландия Поэтому туда мы Наверное и выставим Наши Собственно говоря Дивизии Что с на этом Я думаю Можно позакончить Первую серию Так что ребят С вами был Дубгей Обязательно подписывайтесь Если вы еще друг не подписаны Лайк, комментарий Твиждескорд И до скорых встреч Всем пока